Добрый день, уважаемые коллеги. Мы поговорили немножко о пользе пиринга. Мы увидели современную пиринговую платформу. Теперь мы с вами поговорим о пиринге в России. Собственно говоря, с точки зрения ресурсов, инфраструктуры, эволюции технологий подключения, влияния пиринга на экосистему и вообще, куда движется пиринг с сегодняшнего дня. Начну свою презентацию, собственно говоря, с московской точки обмен над графиком. Что она из себя представляет сегодня? Это, собственно говоря, слаженная группа профессионалов, которые уже более 18 лет занимаются созданием и эксплуатацией точек обмена трафиком. На сегодняшний день у нас уже 9 точек обмена трафиком, покрывающие все федеральные круга Российской Федерации и имеющие более 500 уникальных сетей участников, то есть которые не повторяются. Собственно говоря, отдельной единицей является московский интернет-экченч, который в этом году перешел в гигабитный рубеж и имеет более уже на самом деле 370 участников, при этом обладая самой большой уникальной аудиторией интернет-сетей, которая не присутствует нигде больше среди участников ассоциации EVAX. Ну, собственно говоря, чем мы располагаем с точки зрения, как сказать, именно интернет-ресурсов и что происходит? На самом деле в этот год отметился, так сказать, несколькими небольшими, можно сказать, рекордами. Первое – это то, что все-таки русский язык стал вторым в мире по частоте использования на веб-сайтах. Надо сказать, что рекорд, конечно, некачественный, количественный и, в общем-то, не единственный. Мы уже давно являемся вторыми и по числю автономных систем, зарегистрированных, в общем-то, можно сказать, на всякий случай, наверное, отчасти отвечая на вопрос предыдущих докладчиков. Помимо этого, собственно говоря, мы уже стали первой по размеру аудиторий в интернете, в европейском интернете. Правда, тут надо отметить несколько моментов, что, во-первых, все-таки размеры нашей страны, различные климатические условия и неравномерность экономического развития создают существенный потенциал для движения вперед в этом направлении. И с точки зрения проникновения интернета мы пока находимся, можно сказать, в четвертой десятке среди европейских стран. И, скажем, цены на транзит на территории Российской Федерации отличаются практически в сто раз, что, в общем-то, является хорошей основой для дальнейшего развития пиинга, который на сегодняшний момент практически развивается в основном за счет территории, находящихся за пределами таких крупных федеральных центров, как Москва и Санкт-Петербург. Собственно говоря, региональная инфраструктура по своей сути на сегодняшний момент строится в основном на базе объектов, которые унаследованы с советских времен. Это телефонные станции и удобно расположенные административные здания. С точки зрения классических интернет-дата-центров, можно сказать, что их нет даже в Москве. Собственно говоря, самая большая пиинговая площадка, где в очередь всего операторов в Москве мы все знаем, это ММТС номер 9 Бутлерово 7. Большинство же профессиональных дата-центров довольствуются лишь 10-20 сетями. Ну, собственно говоря, здесь мы считаем, что есть существенный потенциал ГОСТа для локализации контента и сервисов, которые на сегодня зачастую раздаются как из Москвы, так и из зарубежных хостинговых площадок. И на сегодняшний момент этим потенциалом пользуются лишь наиболее подвинутые сети, которые стандартизовали применение технологий доставки контента и имеют опыт их успешной эксплуатации, в том числе и за счет размещения на точках обмена трафиком и подключения к ним. С нашей точки зрения это, так сказать, ведет к тому, что постепенно доля магистрального трафика на сетях аванецкого доступа будет постепенно снижаться. С точки зрения пользователя это сплошной выигрыш. Это комфортнее, это удобнее, это проще пользоваться любыми сервисами. Если мы посмотрим на технологии подключения, то можно сказать, что в недалеком прошлом практически все подключения к нашим точкам обмена трафиком производились самими сетями за счет своей инфраструктуры, так или иначе присутствующей в местах расположения наших узлов. В последние два года, тем не менее, мы видим активный, быстрый и весьма серьезный рост удаленных подключений за счет сетей, которые приходят на точки обмена трафиков из соседних и удаленных регионов, за счет других стран, таких как страны Прибалтики, Украина и Казахстан. И здесь мы видим существенный потенциал роста для, так сказать, развлечения наших точек обмена трафиком и работаем над реселлинговой программой с тем, чтобы сделать подключение проще, выгоднее и, так сказать, быстрее. Ну, на сегодняшний момент реселлинговая программа, в общем-то, не является чем-то абсолютно новым, но, по сути, с технической точки зрения она дает несколько основных преимуществ. В первых, это упрощение присоединений. Нужен всего один договор, не нужна своя инфраструктура и, собственно говоря, можно подключиться, фактически воспользовавшись одним поставщиком этой услуги, сразу к нескольким точкам обмена трафиком и получить в свои руки инструмент для оперативного управления емкостью подключения, что актуально в современных условиях. На этом стадии приведена, собственно говоря, масштабы пилинга, приведены основные региональные точки обмена трафиком. Собственно говоря, по оси Х отражены участники, по оси У отражены пиковые объемы трафика. Сам график дан в логарифмической шкале для удобности. Ну, что мы видим? Что, собственно говоря, пилинг – это, по сути дела, как такая вот восходящая лестница, где на вершине находятся наиболее опытные, наиболее, так сказать, устоявшиеся поставщики, собственно говоря, публичного пилинга. Ну, вместе с тем, кто составляет слайд, могу сказать, что столкнулся с удивительной картиной, что ряд точек обмена трафиком перестали публиковать число участников, публикуя лишь полные списки. С некоторой точки зрения это неудобно, да, то есть их нужно посчитать вручную, можно ошибиться, когда считаются несколько сотен. Второй момент, который я хотел отметить, то, что вот на слайде присутствуют три украинские точки обмена трафиком, ведь до недавнего времени буквально года два назад существовала только одна, сейчас уже три, и получается так, что фактически участники и трафик, он поделился между тремя точками, и их место, как бы оно сместилось немножко влево и вниз с точки зрения потенциальной позиции возможного единого пилингового оператора. Ну, собственно говоря, про воздействие пилинга мы можем говорить много в общем, но на самом деле самое конкретное, пожалуй, это два аспекта. Это первый с точки зрения цены. В силу того, что пилингов возник как стоимостная альтернатива транзиту, впоследствии за счет своего распространения он привел к тому, что к дефицитации цен на услуги IP-транзита, на широкое распространение мультихолмных сетей. Конкретно в России совсем недавно прошла волна предложения услуг частичного транзита по существенным, по более низким ценам, чем это тогда предлагалось на рынке, которые были, подавались как услуги облачных интернет-эксченжей. На самом деле это было реализовано на базе новых транзитных сетей, которые, собственно говоря, эмулировали эзернет-технологии за счет определенных технических ухищрений. Но свое дело это сделало. Практически на территории половины страны цены на транзит существенно снизились за прошедший год. И это, в общем-то, существенный плюс. С точки зрения пилинга, значит, точки обмена трафиком постепенно превращаются за счет наличия большого количества сетей, за счет обработанных технологий и возможностей размещения, превращаются в точки, значит, в которых крупные интернет-провайдеры и контент-ресурсы размещают свои технические узлы для того, чтобы достичь более качественной отдачи трафика, для того, чтобы, так сказать, работать с аудиторией, использовать эту возможность для реализации стратегий быстрого роста и эффективной конкурентной борьбы. Таким образом, точки обмена трафиком постепенно превращаются в локальные аэропорты, которые, как бы, так сказать, приземляют удаленные узлы этих крупных контент-провайдеров, предоставляют им полный набор услуг по размещению, по управлению связями, по технической поддержке и эксплуатации таких удаленных элементов. Таким образом, на сегодняшний момент фактически точки обмена трафиком развиваются в четырех основных направлениях. Первый из них – это участников. Мы все хотим больше участников, хороших и новых. Мы все занимаемся. У нас есть уже резонная поднеская программа, будет реселлинговая программа. По сути дела, это возможность продвигать и продавать услуги как самостоятельно, так и используя полномоченных национальных и магистральных операторов. Второе направление – это, собственно говоря, сеть. Это сеть надежнее больше. Это внедрение новых интерфейсов, таких как 100G. Это защита пользователей от сетевых атак. Чем больше скорость, тем более, тем это актуальнее. Это тестирование и внедрение нового, высокоэффективного и надежного оборудования. Помимо этого, это также приход, точка обмена трафиком в новые дата-центры с большим количеством сетей. С этой точки зрения мы активно работаем и надеемся, что результаты будут уже достигнуты к нашему будущему пиринговому форуму. С точки зрения операционной эффективности – это тоже один из вызов. Собственно говоря, сети растут, расходы растут, участники появляются. На самом деле, один из точек обмена трафиком активно работают в этом направлении. Они, в общем, производят и смотрят, где можно сократить затраты, каким образом можно применить новые технологии, чтобы получить больше за те же деньги. И еще одно такое направление, которое потихоньку набирает силу – это распределение все тех же ресурсов на большее число точек обмена трафиком. И четвертое, собственно говоря, тоже важное направление – это услуги. То есть европейские точки обмена трафиком начали как некий такой выделенный сервисный провайдер, который занимается только обменом трафиком. На сегодняшний момент ситуация потихоньку меняется, и фокус точек обмена трафиком постепенно переходит только от пиринга к комплексному оказанию услуг. Это может быть и организация управления частного сетевого интерконнекта физического и виртуального. Это может быть размещение, это могут быть другие услуги. На этом мой заклад закончен. Благодарю вас за сомневания. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы. Это я опять. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, рецепт, что нужно сделать, чтобы народ переехал с М9 на какую-то другую площадку? Ну, то есть, проект такой, одноминутный проект-план. Ну, вы знаете, так же, как М9 возникла не за одну минуту, то, наверное, в одну минуту это не решить, но в целом стратегия, она достаточно простая и понятна. То есть, нужно найти площадку, на которой сетям удобно встретиться и совместными усилиями это реализовать. Ну, я могу сказать, что вопрос не первый. К нам, так сказать, мы сами смотрим эту ситуацию. Нам тоже интересно, чтобы, в общем-то, пилинг, он был не в одной точке, он был распределенный, чтобы сети подключались не только основным подключением, но и резервировали свои подключения. И в то же время, чтобы были площадки, на которых удобно еще и встретиться. Для Москвы это актуальная проблема. И, в общем-то, если у вас есть предложение, мы готовы обсудить совместную работу. Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, а есть ли проекты с крупными операторами о предоставлении услуг, именно как отдельные услуги доступа к MSK-X? То есть, есть ли у вас такие проекты с крупными операторами, типа Ростелекома и Транстелекома, чтобы дотягивали услугу, или хотя бы попытки договоренности о таких услугах? Ну, вопрос с чем связан? Ну, то есть, чтобы дойти до вас не через там новые вот сервисы, про которые вы сказали, типа облачных там АИКСов, а у кого-то из магистральных операторов взять услугу доступа удаленного к MSK-X? Ну, на самом деле у нас первый шаг есть, у нас есть партнерская программа, но на следующем шаге ресейлинговый мы планируем это очень активно развивать. Если у вас есть интерес, собственно говоря, вот мои контакты, пришлите, пожалуйста, свои координаты, мы подумаем, что можно сделать в вашем случае. Спасибо.